Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу ответить на вопросы анкеты эстафеты тяжелой артиллерии парфюмерного маньяка. Придумала эту эстафету, анкету, составила вопросы Ольга Свон. Она придумала пять вопросов, передала эту эстафету девочкам, парфюмерным маньякам. И вот эта эстафета дошла до меня. Мне эту эстафету передала Даша с канала Даша Армалайф. Я хочу сказать о ее канале. Он достаточно молодой этот канал, но она мощно ворвалась, так скажем, на просторы Ютуба. Очень интересный канал. Смотрю все ее видео, подписанное с колокольчиком. Очень она позитивная, красивая девушка. Интересное мнение об ароматах. Подписывайтесь, заходите, подписывайтесь на ее канал. Очень интересный канал о парфюмерии. В коллекции Даши насчитывается 124 аромата. Поэтому стоит посмотреть ее видео. Еще мне передала эту эстафету Алена. Канал Алена Годи. Шикарная у нее коллекция ароматов. Насчитывает 390, как она сказала, чуть-чуть не донянула до 400. Но на этом она не будет останавливаться. То есть будет целая комната парфюмерии. Тоже очень люблю ее каналы. Канал, видео классные. Смотрю всегда с удовольствием, не пропуская ни одного видео. Очень интересный канал. Заходите к Алене, подписывайтесь. И Ирина. Канал Ирина Б.Б. Брайан тоже передала мне эту эстафету. Но, как она в видео сказала, что передаю эстафету всем девочкам, чтобы никто не обижался. Очень люблю тоже ее канал. Давно уже смотрю. Мне нравится философия Иры, подход ее к выбору косметики и ароматов. Долго она, конечно, сопротивлялась. Я говорила, я не люблю описывать ароматы, у меня не получается. Но мне очень нравится ее парфюмерное видео. И сейчас она уже профессионал в этом деле. Тоже заходите к ней на канал, подписывайтесь. Ну, а я приступлю к ответам на вопросы эстафеты. Первый вопрос. Сколько ароматов в твоей коллекции? На сегодня, скажем так, на 1 января 2021 года, моя коллекция скромная насчитывает 95 ароматов. Все их люблю. И на этом не останавливаюсь. То есть продолжаю знакомиться с сетевой косметикой. То есть в основном, конечно, в моей коллекции это Арифлейм, Ифраше, Фаберлик. И вот сейчас я начала знакомство в этом году с Эйвон. Второй вопрос. Назовите своих три любимых аромата. Конечно, сложно, грубо говоря, с 95 выбрать три любимых аромата. Но на сегодня это такие ароматы. От Ифраше тоже не устаю я повторять и в фаворитах у меня, и в выборе праздничных ароматов. Это вот моя миниатюрка. Обожаю этот аромат от Ифраше, несколько нот любви. Здесь это цветочно-древесный аромат. Здесь вкусная очень дамасская роза, припыленная перцем. И дерево, деревяшки. Очень слышно, очень женственный, приятный, нежный аромат. Следующий аромат это Far Away Rable & Diva от Эйвон. Тоже он мощно ворвался в этом году. Это новинка Эйвон 2020 года. Ворвался он в парфюмерные просторы, скажем так. Тоже у многих он в фаворитах. Многим очень девчонкам понравился этот аромат. Я тоже не стала исключением. Чем для меня интересен этот аромат? Он перчено-соленый. Я люблю очень сладкие ароматы. Этот аромат стал для меня исключением. Здесь цветок магнолия. Такой вкусный, интересный. И попкорн соленая карамель. Когда я слушаю отзывы у девчонок, многие говорят, что не слышат эту соленость попкорна. Я ее чувствую тут очень даже отлично. Эта нота очень интересная. И, конечно, розовый перец, перец при перец. То есть весь аромат приперченный этим розовым перцем интенсивный. Шлейф шикарный, стойкость, я не знаю, наверное, дня три. Потому что на верхней одежде, на мехах, три дня это точно. На одежде три дня аромат вшибательный. Стойкий, интересный. Вот такая вот новинка, которая сразу вошла в любимчики и фавориты. И еще одна для меня. Это новинка в моей коллекции в этом году. Я познакомилась с этим ароматом. Он, конечно, уже выпущен ранее. Это компания Арифлейм, Дивайн Идол. Это шипровый, цветочный шипровый аромат. Конечно, сразу он рисковатый. Но когда развеивается, аромат шикарный. Тоже комплементарный, запоминающийся. Наслаждаюсь этим ароматом. И он у меня в любимках. Третий вопрос. Самый дорогостоящий аромат в своей коллекции? Я из своей коллекции, значит, прошерстила. Посмотрела вот этот аромат. Это Фенди Ди Фенди. От итальянского парфюмерного дома. Фенди. Я его приобретала. Ездила в отпуск в Турцию. И в Дьюти Фри. Я его приобрела за 100 евро. И получается, что это самый дорогой аромат в моей парфюмерной коллекции. Его, конечно, тут осталось уже совсем чуть-чуть. Тоже очень люблю этот аромат. И он подходит к категории и люблю, и дорогой, и берегу. Это восточно-цветочная группа. Здесь итальянский лимон, бергамот, средние ноты тубероза, жасмин, базовые ноты кожа и ваниль. Очень люблю этот аромат. Он, ну, прекрасный. То есть здесь вот и цитрусы, и прекрасный этот цветок тубероза, жасмин. Кожа, очень приятные нотки, такой замшевой, тоненькой кожи. И вот этот ваниль, который обволакивает весь аромат. Очень, очень, очень мне нравится этот аромат. Четвертый вопрос. Какие ароматы у тебя в хотелках? Я, конечно, по хотелкам еще не составляла на 21 год себе. Но из сетевых ароматов, конечно же, это новинки, которые будут, но это мы ждем всегда, тут их не запланируешь. А так уже, наверное, второй год у меня в хотелках я очень хочу аромат хлоя. И вот я его хочу, каждый 8 марта я его все хочу-хочу, но почему-то хлоя потом превращается в 3 или 4 аромата сетевой парфюмерии. Ну, надеюсь, что в этом году, может быть, у меня случится все-таки, приобрету я свою хотелку. Но пока она у меня, это хлоя моя в хотелках. Пятый вопрос. Какой аромат ты бережешь больше всего? Ну, сложилось так, что, конечно, ароматы берегу больше всего те, которые сняли уже с производства, которые я не смогу приобрести, а они есть у меня сейчас в коллекции. Это вот последний из Магикан, Ирис Нойр, очень любила я эту коллекцию и Фраше, все ароматы у меня закончились, и черная ваниль, не помню уже я. И вот остался у меня вот этот ночной ирис, который очень-очень я берегу. Конечно, вот и стильная эта упаковка очень интересная, не пойму я, почему и Фраше сняли, и дали нам эти флакончики с пластмассовыми крышечками. Взамен вот этой красоты я, конечно, не согласна и возмущаюсь до сих пор. Так вот, аромат, конечно, Ирис Нойр, это про ирис. Он здесь такой вот благородный, горьковатый, есть нота бабытонка, которая добавляет тоже такое интересное звучание этому аромату. Ну вот берегу его. И еще один аромат тоже, который сняли уже с производства, тоже очень жаль, это Paradise от Ariflame. Тоже очень красивый флакон, очень приятно, когда он стоит на столике. Ну, в общем, красота, красота одним словом. И аромат, конечно, тоже шикарный. Здесь это цветочно-мускусный аромат. Здесь в этом аромате перец розовый, тоже пион, по-моему, ландыш, роза. Очень красивый аромат, комплементарный, стойкий. Шикарный, шикарный аромат, что скромничать. И я его очень берегу, потому что, к сожалению, тоже его сняли с производства. Очень жаль, очень-очень жаль. Вот такие ответы у меня на вопросы получились. Мне будет очень интересно, конечно, передать эту эстафету девочкам и услышать их вопросы. Я передаю эстафету Алене. Это канал Алена Ян. Она мне передавала предыдущую анкету, эстафету. Я передаю ей эту. Мне будет очень интересно услышать ответы на эти вопросы. И в этом году, в 20-м, у Яны пополнилась хорошо ароматная коллекция. Вот мне будет интересно послушать о ней. И передаю второй канал Олеся, Олеся. Это Олесе. Тоже хочу услышать ответы на вопросы этой эстафеты о ее ароматах, о ее коллекции, о ее предпочтениях. А на этом все. Всем спасибо. До новых встреч на моем канале. Всем пока.